Добрый день дамы и господа! Разработчики всё же сдержали своё слово, после Майнкрафт Лайвы в новом снэпшоте 23w42a экспериментально появились функции, которые станут частью обновления 1.21. Но сам снэпшот принадлежит версии 1.20.3. Да, вот так всё запутано и непонятно. Но переживать не стоит, для этого у вас есть я, который всё объяснит. Сегодня нас ожидает автосборщик, или как его ещё называют автоверстак. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы будем начинать. Погнали! Конечно же долго тянуть кота за хвост я не хочу, поэтому начнём сразу с самого главного, автосборщик. Пока что только этот блок был добавлен нам в качестве затравки обновления 1.21. Но это не делает снэпшот плохим. Многие в комментариях под предыдущим роликом думали и гадали о том, какой же крафт будет в этого блока. Скорей всего очень дорогой, ведь это важный блок. На самом же деле всё намного проще. Его можно создать при помощи пяти слитков железа, одного обычного верстака, двух единиц редстоун пыли, а также выбрасывателя. Как мне кажется рецепт более чем логичен и не очень дорогой. Визуально мне очень нравится этот блок. Он действительно выглядит очень ванильным, и самое главное вписывается под стиль остальных блоков профессии. Не подумайте, пока что автосборщик используется только в целях автоматизации. Так вот, после создания он выбрасывает предмет из передней части. При этом показывается красивая анимация поднятия решетки, а также крепление, которое держит эту решетку. В целом дизайн топ мне нравится. Но это сугубо моё мнение, да и это только первый снэпшот, поэтому текстура ещё может несколько раз измениться. Пожалуй расскажу про его функционал, и как же он работает. Дело в том, что его интерфейс практически ничем не отличается от обычного верстака. Но всё же отличия есть. Первым делом заметно то, что мы можем даже хранить блоки и предметы в самом сборщике. То есть вы спокойно можете взять и воспроизвести нужный вам рецепт, а после этого добавить нужное количество блоков или предметов. А затем спокойно выйти из графического интерфейса сборщика. Все предметы и блоки останутся на месте. Важно подметить, что автоверстак нельзя напрямую использовать как обычный верстак. То есть создав нужный рецепт, забрать готовый предмет или блок нельзя. Иконка выдачи блока попросту не активна, она только демонстрирует вам результат крафта. Забрать предмет можно лишь подав на блок редстоун импульс. Это можно сделать даже при помощи самой обычной кнопки. После нажатия ресурсы будут использованы, а сборщик выбросит вам созданный предмет. К слову его лицевая сторона отвечает за выброс готового предмета или блока. Но сам блок можно размещать как вам угодно. То есть вы вольны направить его вниз, вверх, влево или вправо. Всё зависит от ваших нужд. Есть ещё одна интересная функция этого блока, совместный крафт. Ровно как сундуки и воронки, точно также и автоверстак получил возможность совместного просмотра содержимого. То есть вы совместно со своим другом можете смотреть интерфейс сборщика и решать, что вам нужно изменить. Это очень удобно и практично. Если с этим мы разобрались, то стоит уточнить про то, как можно автоматическим способом туда закидывать предметы. Возьмём к примеру печку. Мы можем полностью её автоматизировать. Если разместить воронку сверху, в печку будет подаваться предмет или блок для переплавки. А вот если посередине, то будет забрасываться топливо. Размещаем воронку снизу, вытягиваем из неё переплавленный предмет или блок. Всё вроде бы понятно и просто. Здесь всё, ну практически похоже. Разместив сверху воронку, мы будем автоматически подавать в автоверстак нужные ресурсы для крафта. Но это прямо шикарно для рецептов, где используется только один предмет или блок. Условно возьмём ступеньки из меди. Рецепт очень простой. Мы просто блокируем слоты, которые не используются в крафте. Размещаем поверх воронку, а затем сундук с резными медными блоками. И подаём редстоун импульсы. Таким образом, мы автоматизируем создание медных ступенек. То есть это самый базовый принцип работы автоверстака. У сборщика нет функции запоминания рецептов. То есть именно этим он попадает под правила ванильности. Поэтому вам придётся создавать специальные механизмы для заполнения нужных вам слотов в рецепте крафта. Сам по себе автоверстак будет заполняться слева направо, начиная с верхнего левого слота. Таким образом, самые простые рецепты крафтов будут также очень просто создаваться путём блокировки ненужных слотов. Думаю вам уже не терпится узнать, что же будет с предметами, которые после создания остаются в верстаке. Условно пустые ведра или пустые пузырьки. Всё максимально просто и прозаично. В случае с тортом, пустые ведра после крафта будут просто выброшены на землю. В точности как и пустые пузырьки в рецепте создания блоков мёда. Можете не переживать, про это тоже позаботились. Я согласен, что выбрасывание готовых блоковых предметов выглядит как-то слишком непрофессионально. Но это разработчики тоже продумали. Для решения этой проблемы достаточно просто разместить сундук, шалкер или бочку, перед лицевой стороной сборщика. Вот так всё просто. Если вы подумали про эндер сундук, то нет, с ним этот блок не работает. Помимо воронок к нему можно также подключить и выбрасыватель, он подобно той же воронке, будет размещать блоки в сборщике. По такому же принципу, начиная слева направо и двигаясь вниз. Сборщик может выдавать редстоун сигнал при помощи компаратора. Но важно уточнить как это работает. Размещая в каждый слот один предмет, он будет увеличивать свою силу сигнала на одну единицу. То есть максимально можно получить 9 единиц силы. Но помимо блоков можно также деактивировать слоты. Каждый деактивированный слот будет повышать уровень сигнала. Этот блок действительно очень мощный инструмент в руках Майнкрафтеров. Если вы до сих пор не понимаете для чего он, и как его можно использовать, то хочу продемонстрировать вам вот эти схемы от игрока под ником Белликей. Если кто вдруг забыл его, то это тот парень, который так сильно просил добавить черепах, что разработчики их добавили, и вручили ему особый плащ за это. Эти схемы просто невероятные. Всего-навсего из фермы железа и бамбука можно сотворить чудо. Это поможет каждому игроку автоматизировать свою добычу. Без каких-либо проблем, теперь сможете создавать из золотых наггетсов слитки, а уже из них блоки. Поэтому всё в ваших руках. Есть также очень интересные и необычные игровые правила, которые стали частью этого снэпшота. Первое — Projectiles Can Break Blocks. Она отвечает за то, смогут ли снаряды разрушать определенные блоки. То есть условно сможет ли снежка сломать цветок хоруса, капельника и даже узорчатую вазу. Это лишь пример, но теперь это можно будет легко контролировать. Затем есть сразу две похожие команды — PlayerSneatherPortalDefaultDelay, и PlayerSneatherPortal Creative Delay. Функционал у них похожий. Они обе отвечают за нужное количество времени в игровых тактах, чтобы игрок переместился из верхнего мира в нижний мир, конкретно когда он стоит в портале. Первый отвечает за режим выживания, а вторая — за творческий. Кто не знал, в творческом режиме мы моментально перемещаемся в Незер. Теперь это тоже можно контролировать. Очень удобно. Хочу сейчас обратиться к игрокам, которые играют в Майнкрафт несколько лет. Как часто вы читаете сплэши в главном меню? Напишите в комментариях. Я, признаюсь честно, замечаю их только в том случае, если показывается сплэш-колорматик. Всё из-за того, что он попросту разноцветный. Но вдруг, если он вам мешает или раздражает, то теперь в настройках доступности у вас появилась возможность его отключить. Делайте с этой информацией, что захотите. Хочу сделать важное замечание, так как я вначале уже рассказал вам о том, что этот снэпшот принадлежит версии 1.20.3, то все функции, которые касаются обновления 1.21, они экспериментальные. Поэтому, если вы вдруг захотите поиграть с ними на новом снэпшоте, то придется выполнить ряд действий. Для начала, при создании мира вам понадобится перейти в раздел «Эксперименты». Затем в появившемся окне вас будет ожидать три пункта. Первый отвечает за мешочки, второй за обновление торгов крестьян, а вот третий за функции из 1.21. Выбирайте что вас интересует, можно выбрать хоть все три, а можно только последние. После этого создавайте мир так как вам удобней. Автосборщик будет доступен после создания мира. Такие действия нужно будет проворачивать вплоть до первых снэпшотов для версии 1.21. Не могу также не рассказать вам про прошлый снэпшот. Если вы подписаны на мой второй канал, ссылку на него в описании, то скорее всего вы уже смотрели обзор на него. Сам по себе снэпшот слишком маленький, поэтому я не стал выкладывать его на основной канал. Но раз у нас есть время, почему бы вкратце не пересказать одну из самых важных вещей, которая стала доступна именно в обновлении «Тропы и сказки». Наконец-то узорчатые вазы, или декоративный горшок, называйте его как хотите, это не столь важно, получил полноценный функционал. То есть раньше мы могли его скрафтить, и он служил в качестве декоративных целей. Теперь в него можно размещать блоки и предметы, но только одного вида, и до одного стака. Предположим, у нас есть целый стак алмазов. Мы можем их туда поместить, это без проблем. Но если мы положим только 32 алмаза, то 32 единицы другого предмета туда уже не засунешь. Это невероятно удобная штука, которая пригодится каждому игроку Майнкрафта. Бит за исключений. В ролике обзоре я говорил, что разработчики поступили странно, дав ему уникальную механику. Ведь лучше было бы добавить ему механику мешочков. То есть можно размещать стак любых предметов. Но почитав комментарии, я понял, что можно ведь туда просто мешочек засунуть. Я решил это проверить, и чтобы вы думали, всё работает безупречно. То есть если вам нужно будет размещать что-то в качестве награды, то как минимум можно построить несколько ваз. Они создаются очень дёшево. А если нужна только одна, то всю добычу легко можно будет поместить в мешочек. Плюс ко всему, вазы можно с лёгкостью разрушать при помощи любого снаряда. В таком случае она разрушится на части, и добыча выпадет на землю. А если ломать рукой, то выпадет блок и всё его содержимое наружу. Вот таким выдался этот снапшот, он действительно хороший и необычный. Теперь осталось дождаться новой структуры и новых декоративных блоков. Надеюсь, что мы сможем их протестировать уже на следующей неделе. Пишите, что вы думаете про этот снапшот. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. А также посмотрите вот эти видео, они тоже очень интересны. Еще услышимся!